Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы поговорим о словах Христа, которые завершают с собой притчу о работниках виноградники. Евангелие от Матфея, 20 глава, 16 стих. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Эти слова, конечно, звучат как гром среди ясного неба, потому что они вступают в какое-то вопиющее противоречие с какими-то основами справедливости, на которых, как нам кажется, основан этот мир. И действительно, Христос переворачивает привычную нам логику этого мира, потому что действительно первыми должны быть первые, последние должны быть последними, и на этом строится мир. Но мысли божественные и мысли человеческие, как говорит пророк Исаия, совершенно различные вещи, они не совпадают. И мысли божественные всегда бесконечно превосходят то, что мы можем себе представить. Другое дело, что мы очень часто становимся упрямыми, ленивыми и требуем, чтобы Бог адаптировал свои пути, свои мысли к нашим пониманиям и к нашим предрассудкам. Именно это объясняет, почему слова Христа вызывают такой гневный протест у Его современников. И если быть честным, то сопротивление и внутри нас. Никакой человек не может не испытать внутреннего смущения, прочитав такие слова о том, что последние становятся первыми. Если ты всю жизнь стараешься быть праведным, стараешься быть честным, почему вдруг тебе, может, придется занять последнее место в Царстве Божьем, в то время как тем, кто были последними, может быть, не самыми честными и не самыми порядочными, и трудолюбивыми людьми, вдруг Господь готовит первое место. И как найти ответ, который бы тебя не оставил обделенным, униженным и оскорбленным. И именно для этого Христос пытается донести главную весть, ради которой Он пришел в этот мир. Это тема прощения. В нашем языке слово прощение никак не пересекается с этим образом щедрости. Но очень важно, чтобы правильно понять Христа, связать слово прощение со словом благодать и бесконечная щедрость Бога. Прощение — это тот дар, который превосходит все то, что человек задолжал или то, что он может принять. Это всегда некий преизобилующий дар. Вот что такое прощение. Если мы посмотрим внимательно Евангелие, то мы увидим, что помимо Христа там есть другие учителя, наставники, фарисеи, саддукеи, есть Иоанн Креститель. И у каждого течения, религиозного течения, есть какое-то свое главное учение. И, например, Иоанн Креститель говорит о том, что очень важно нравственно покаяться, принять крещение, и тогда ты войдешь в Царство Божие. Фарисеи говорят, если вы хотите войти в Царство Божие, вам необходимо исполнять до малейшей подробности все предписания закона. Их 613 или, может быть, больше, но нужно быть очень старательным и прилежным в исполнении закона. Христос говорит, что единственное и главное условие, которое нам позволяет войти в Царство Божие, это способность прощать и способность быть на уровне и на высоте величия и щедрости Бога. Именно в этом смысл притчи о работниках виноградники. Конечно, самое замечательное, что намек на эту притчу мы слышим пасхальной ночью. И я завершу свое объяснение именно этими словами Иоанна Златоуста. Но сначала давайте вспомним эту притчу. Речь идет о том, что некий хозяин дома, который, конечно, является образом небесного Бога Отца, нанимает работников в свой виноградник, поденщиков. И одни из них приходят в самом начале рабочего дня, на рассвете, другие приходят чуть позже, некоторые приходят в самый последний момент, потому что их до последнего момента никто не принял на работу, никто их не пригласил, и поэтому они остаются праздными. Но ради того, чтобы они не погибали от голода или праздности, этот добрый хозяин их приглашает тоже на работу. И, конечно, когда наступает момент расплаты, точно так же, как мы, совершив свой земной путь, ожидаем ответ от Бога, здесь у этих людей происходит большое потрясение, потому что, условно, можно себе представить, что первыми получают зарплату тех, кто пришел в последний момент, и они получают полную плату за рабочий день. Соответственно, другие работники, которые наблюдают за этим, со стороны, они уже понимают, что если он за совсем короткий рабочий день получил вот такую зарплату, значит, я получу больше. И какое же удивление, когда все получают одинаковую зарплату. Конечно, у нас здесь возникает образ уравниловки и советского прошлого, и это какой-то образ потрясающей несправедливости. Христос старается перевернуть нашу привычную логику, наши привычные понятия о справедливости, точно так же, как вы видите пирамиду Хеопса, и вдруг ее поставить основанием вверх, а острием вниз. Это то, что Христос проделывает с нашими привычками и нашими какими-то клише и склеротическими представлениями о справедливости. Почему вы не радуетесь щедрости Господина? Войдите в его щедрость, и тогда, быть может, вы поймете, что вы ничего не потеряете от того, что ваш брат удостоился милости, прощения, награды. Достаточно лишь разделить эту радость и Господина, и своих собратьев. По-человечески это очень трудно понять, и логически невозможно обосновать, почему последние становятся первыми, а первыми последними, потому что именно на этом стоит мир, построенный Богом. Именно так поступает Бог, и это единственный способ сделать так, чтобы творение не погибло, потому что любой режим, политический режим, который основан на узколобой справедливости, конечно, оборачивается сущим адом. Единственный путь спасения для всех это принять эту щедрость дара и быть щедрым в своей благодарности, в своем приятии этого дара, насколько это возможно. И поэтому именно в пасхальную ночь звучат эти слова святого Иоанна Златоуста. «Кто работал с первого часа, пусть ныне получит достойное воздаяние. Кто пришел после третьего часа, пусть благодарит и празднует. Пришел после шестого часа, не сомневайся, тебя ни в чем не обделят. Кто опоздал к девятому часу, приходи, ничем не смущаясь, ничего не страшась. Кто подошел лишь к одиннадцатому часу, «Не бойся, Господь великодушен, последнего принимает как первого и пришедшего в одиннадцатый час отпускает на покой, как и работавшего с первого часа. Он милует последних и служит первым». Таков Господь, Творец этого мира и Отец всех верующих, такова мудрость христианской жизни. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко